Рассказываю, как меня выгнали из церковного хора за публикации в интернете. В общем, в одном храме меня взяли в народный хор, то есть бесплатный. Девушка пела в церковном хоре. Я довольна и мной довольна, и вдруг одна девица узнала меня и радостно воскликнула. Да это же сама, а мне пофиг, из тиктока, мне не привыкать. Меня часто узнают на улице, отношения очень доброжелательные, вместе фотографируемся, всем передаю приветы, всем говорю нашу любимую фразу из мема. Ну да, я та самая, а мне пофиг, и не скрываю этого. Если кто-то спрашивает, на что именно мне пофиг, я поясняю, что мне не все пофиг, а только то, что мне пофиг. То есть неинтересно и безразлично в данный момент. Все сразу начали меня в своих телефонах находить, у всех сразу настроение из благочестиво-унылого стало веселым и жизнерадостным. Зато на следующий день регентесса, то есть начальница церковного хора, погнала меня из церковного хора на... Девушка пела в церковном хоре. Якобы из-за того, что я в интернете пишу гадости, я попросила пояснить, что конкретно из моего контента ей или кому-нибудь еще не нравится. Она долго уходила от прямого ответа, но я так просто не отстану, пока объяснений не получу. В общем, это регентессе не понравилось, что я в своих интернет-ресурсах. Говорю пофиг и пофиг. А мне пофиг. И пофиг. Я просто офигела и говорю, а не пофиг ли вам, что у себя на канале своим зрителям, говорю пофиг. Я же не вам на просьбу что-то сделать, говорю пофиг. И даже не у вас в храме, говорю пофиг. Поэтому вам должно быть пофиг на мой пофиг. Ну, а она говорит, что мне не нужны пофигистов в моем церковном хоре. И мне вообще ничего никогда не бывает пофиг. Кринжатина в том, что какая-то тетка, которая мне даже зарплату не платит, вдруг начинает вмешиваться в мою личную жизнь. И не просто дает поучение, как мне надо жить. В ответ на который я с чистой совестью имею полное право сказать, куда ей надо идти. А использую данную ей свыше каплю власти надо мной, чтобы мне нагадить. Это очень распространенная в современной русской православной церкви древняя духовная практика. Которая, по-моему, отвращает от церкви народу гораздо больше, чем все проповеди всех атеистов, сатанистов и родноверов вместе взятых. Кстати, такая практика высшим церковным начальцам осуждается. Но православной тетке, которой дали каплю власти, пофиг на то, что таким, как она, говорит ее непосредственный начальник и начальник над ее начальником. Но не пофиг на то, что в своих соцсетях говорит какая-то прихожанка своим зрителям. Единственная возможность как-то защититься в этой ситуации – обратиться к настоятелю храма и пожаловаться на своего обидчика. Если не поможет, тогда только смириться со всеми или уходить, или менять приходской храм, или поместную церковь, или даже религию. Вы никому ничего не докажете и не измените, а ваши усилия по борьбе с токсичной системой никто никогда не оценит. Эта система была до вас и прекрасно будет существовать без вас. А главное же – вас не просили туда вмешиваться, и пофиг. Если это видео наберет много просмотров и лайков, я сделаю и другие видео про конфликты в токсичной церковной среде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!